Здравствуйте, это Vivo Telecom и мы сегодня познакомим вас еще с одним аварийным сигналом вызова. В данном случае это будет функция «Одинокий работник». Для чего она применяется? Если человек находится в какой-то опасной зоне, то задается определенный интервал времени и по истечению этого интервала данный человек должен выйти на связь либо подтвердить кнопкой, что с ним все в порядке. Если же этого не происходит, этот интервал времени истекает, то автоматически радиостанция подает аварийный сигнал на вторую контролирующую станцию и вы в итоге узнаете, что с человеком что-то случилось. Вот сейчас начнем тогда с демонстрации, как это все работает, и потом покажем, как это все программируется. Будем демонстрировать на радиостанциях Лира ДП-3800. Так, смотрите, включаю станцию. Минимальный интервал времени при «Одиноком работнике» устанавливается 1 минута, поэтому минутку придется подождать. Эта станция принимает аварийный сигнал, эта станция является «Одиноким работником», то есть у нее идет отсчет времени срабатывания функции «Одинокий работник». В данном случае минуту ждем. Сейчас сначала появится предупреждение о том, что сейчас функция сработает. Далее будет передан аварийный сигнал, если работник не вышел на связь вовремя. Сейчас вот пройдет 50 секунд, и станция начнет подавать сигнал предупреждающий. Вот, видите, начался предупреждающий сигнал, точнее он после минуты, да, но я таймер поставлю, посмотрим. Вот, передался экстренный вызов, и смотрите, что произошло. Я не нажимаю ни на какие кнопки, то есть со мной, если что-то вдруг случилось, то раз-два-три, раз-два-три, я забыл передать предупреждающий сигнал об истекшем интервале времени, я «Одинокий работник». То есть вы слушаете 20 секунд, именно, ну и, как видите, вы еще и непрерываемая сирена будет идти до тех пор, пока вы ее не отмените. То есть явно увидите, что с работником что-то произошло. Теперь переходим к программированию, как это все работает, настраивается. Смотрите, когда придет уже предупреждающий сигнал, тогда вам достаточно нажать на кнопку передачи, чтобы его сбросить. Один раз нажали, все, таймер сбросился, и заново отсчитывает вот этот интервал. Я об этом не сказал, если кому-то непонятно, то вот так это работает. Так, давайте тогда настроим одну станцию на прием аварийного сигнала, вторую станцию будет она у «Одинокого работника». Посмотрим, как это на все настраивается. Смотрите, во-первых, надо зайти в функцию «Одинокий работник». Опять же, программное обеспечение для DP3800. Лира «Одинокий работник». Включаем галочку. Смотрите, здесь интервал у нас ставится. Ну-ка, 100 минут, интересно, ставится. Да, ну-ка, 1000. Нет, 255 минут максимум этот интервал. Нужно выбрать. Соответственно, у нас стояла 1 минута, и время напоминания после срабатывания этого таймера 10 секунд. Дальше, либо можно подтвердить, если вы, например, у вас предупреждение началось, вы нажали кнопку, то сигнал сбрасывается, или таймер сбрасывается, и отсчет начинается заново. Также можно поставить, чтобы вы голосом сказали, что все нормально у вас. Далее, опять же, при срабатывании вот этого триггера, да, «Одинокого работника» вызывается цифровой экстренный вызов автоматический. Соответственно, здесь мы выбираем, допустим, у нас было выбрано обычный тип экстренного вызова. Режим экстренного вызова был сигнал с вызовом, чтобы произошла именно передача. И вызывной канал был «Cyphrolab», так мы канал назвали. Дальше здесь ставится галочка «Сигнал с вызовом», и, соответственно, как и в функции «Упавший человек», мы поставили включение микрофона автоматическое на 20, секунд, и передаем эту длительность 20 секунд. Попытки соединения 15 раз на занятом канале, и 5 раз на свободном канале. И, опять же, здесь, на этом канале, вы должны на приемной станции поставить галочки «Индикация экстренного вызова», или «Индикация экстренного сигнала», «Индикация экстренного вызова». И на передающей станции, та, которая станция является одиноким работником, вот здесь вы, естественно, на этом канале должны поставить этот экстренный вызов. Потому что, когда срабатывает триггер одинокого работника, вы на этом канале стоите, и, соответственно, экстренный вызов осуществляется именно вот, который вы здесь выберете. Потому что вот этих экстренных вызовов можно создать много. И, соответственно, выбирать на разных каналах разные варианты. Ну, например, он является не только одиноким, а на другом каком-то канале он еще и упасть может. Поэтому надо два тогда ему создать, если он упал. Один сигнал передается, если он одинок и вовремя не ответил, то передается второй сигнал. Ну, вот таким образом это все работает. То есть ничего сложного нет, и функция достаточно полезная. Это Viva Telecom. Кому видео понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всего вам доброго. До свидания.